Страна Эфм Всем привет! Здравствуйте! Наташа, мы сегодня говорим об искусстве, об экологии. У вас, я когда читала про тебя, в частности, целая, мне кажется, такая миссия какая-то возникла в твоей рабочей и творческой деятельности. Вот давай первое слово тебе. Чем ты конкретно занимаешься? О чем сейчас болит голова, душа и сердце? У меня миссия спасти мир с помощью искусства. Мы коллеги! Как бы это ни звучало смешно! Наталья, мы коллеги. Мы занимаемся здесь тем же самым, только в рамках этой страны. А ты в Великобритании. А что тебя связывает с этой страной? Как так получилось? Я переехала в Великобританию совсем, в принципе, недавно. И уже работаешь при парламенте в Великобритании. Как делать так, чтобы так быстро шла карьерная цепочка? Нет, я периодически туда приезжала на протяжении где-то 10 лет, но решила переехать, потому что все-таки именно Лондон это столица искусства и столица мира. И все там именно происходит. И именно в Лондоне я могу вырасти и как художник, и сделать что-то хорошее для нашего мира и для экологии в том числе. Ну смотри, я правильно сказала, что у тебя миссия искусства и экологии, связать все это воедино. Да, серия работ, над которой работаю сейчас, называется The Lost Planet. Это потерянная планета. И мои работы, они символизируют нашу планету, даже сама работа в форме круга. Как символично, да, Земля крутится. Вот такой, как Саня. Да, именно такая, как у вас здесь в студии. И часть работы посвящена красоте нашей Земли, а вторая часть, как мы ее разрушаем с помощью особенно пластика и всех наших производств таких очень вредных. И хочу обратить внимание общества на проблемы экологии, чтобы все наконец уже очнулись и перестали, допустим, заплоупотреблять пластиком, который мы просто используем ежедневно в таком количестве, что планета наша уже не способна это все нести. Слушай, а там в Ките в каком-то недавно уже пластик нашли? В коралловых рифах пластик? Везде. Проблема именно, что пластик разлагается. Не разлагается, наоборот. На микропластик. А, на микропластик. Да, и 94% именно микропластик, который уже невозможно достать из океана, вот тихоокеанский, он называется garbage patch, это где скопление мусора, оно полтора миллиона километров длиной. Вы просто представляете, какая-то большая площадь в океане находится, и это чтобы все излечь, это уже нереально, нереально. Слушайте, друзья, кто охотится за пластиком? Знаете, в мировом океане, плывите в Тихий океан, там для вас целое пятно пластиковое. Кто сейчас пьет воду из пластиковой бутылки, вы убирайте и покупайте в стеклянном стекле. Я думаю, ты скажешь, чтобы вы подавились. Ну да, я, допустим, ношу с собой бутылку, либо стеклянную, либо металлическую, сейчас красивые бутылочки продаются, которые я заполняю водой, поэтому я перестала покупать пластиковые бутылки. Вот сегодня мне дали пластиковую бутылочку, выговор вам. Да, у меня чувство вины, конечно. А дайте, а дайте мы выпьем. Что у вас еще здесь пластик? А дайте мы выпьем, не переживайте. Бандит Лиза Калины, которого она любит, Майк Войси, у нас в гостях. Да, обожаю. Что? Обожаю, конечно. Вот именно, Наталья Копчук, художник, арт-амбассадор общества искусств, моды и спорта при парламенте Великобритании. Вот я предлагаю со всем этим разобраться. Что за такое общество искусств, моды и спорта при парламенте Великобритании? У нас другие общества в России, у нас таких нет. Да, а вот именно в Великобритании. Особенно при парламенте. Общество им буквально полгода, и я была привилегирована быть одним из амбассадоров. Их не так много, мне кажется, человек 20. И мы заседаем в парламенте, в палате, где очень все цивильно, красиво. И у нас было всего несколько заседаний, но все люди, они либо связаны со спортом, с искусством, вот с этим я представляю искусство. И мы рассматриваем вопросы, с чем сталкиваются, с какими проблемами художники, особенно начинающие, и как мы можем помочь им с решением вопросов, которые возникли. Слушай, а вообще вот ты выбрала путь художника, как ты, сама родом из Екатеринбурга, да? Ты уже рисовала в детстве, или как это все случилось? Моя мама художник, она скульптор и керамист, и поэтому с самого детства я была окружена искусством. Ты ходила в художественную школу? Там с самого детства я делала керамические скульптуры, которые тоже продавала, зарабатывала деньги, когда еще была ребенком. И поэтому искусство меня на протяжении всей жизни окружало. Вот видишь, у нас с тобой родители военные, мы были окружены военщиной с самого детства. Вот человек, искусство. В первую очередь врач. А у меня военный. А кстати, вот ты не даешь мне доразобраться. Вот мне вот интересно, а кто еще входит в этот совет? Там есть кто-нибудь, кого мы знаем? Я считаю, что вы про имя себе Mike Voice. Его просто интересует вопрос эмиграции, я чувствую. Надевают ли они смешные... Подожди, свою грузку дахтался. Надевают ли они... Я любя, любя. Давай уже вопрос давай. Надевают ли они смешные парики, вот эти вот всякие, нет? Очень, кстати, очень все экстравагантно одеты. Особенно представители сообщества художественного и фэшн. Так, так. Есть несколько... It's my profession. Да, да, да. Они... Ну, Оль, я прямо была удивлена. Мне кажется, парламент такого не видел вообще в своей жизни. Так. Ну, то есть... Ну, со мной, допустим, сидит внучка Чаплина, Чарли Чаплина, Кира Чаплин. Да, это кого вы можете узнать. Но я единственная, конечно же, русская, пробилась, понимаете. Слушай, ну ты молодец. Понимаю. Классно. Смотри, какая получается ситуация. Ты только год назад приехала в Лондон. Да. И через полгода уже посол. Потому что я напоминаю, что амбассадор — это посол по-русски. Да, по-русски. А что в обязанности входит? В обязанности... Да, нести, получается... Добро. Добро. Реально, и все? Ну, нет, получается... То есть от тебя ничего скажут, себя не будут. На наших заседаниях мы каждый приходим с списком вопросов, которые у нас есть. Мы общаемся с художником. Я езжу по миру, посвящаю... Мне так сложно говорить по-русски, я уже привыкла по-английски. Ничего, ничего. Да, переехала... Ты можешь, это мы тебя переведем. Где-то 15 лет назад. У меня с умовой видишь прорывается, ничего. Так. Ну, и, в общем, твоя цель — как бы популяризировать информацию, так скажем. Популяризировать. Популяризировать. Информацию об арте. Потому что молодые художники очень сложно пробиться, заработать какие-то деньги. Чтобы стать известным художником, все знают, надо умереть. Да. Ну, а мы там, кстати, поговорим вообще. А перед этим ухо отрезать. Телерадиоканал «Страна ФМ». Один на всю страну. Специально заказал я песню про красоту у нашего звукорежиссера Александра, потому что в гостях у нас Наталья Копчук, художник и арт-амбассадор. И сейчас, Наталья, мы как раз про художника, про профессию-то и будем говорить. Потому что именно эту тему Лиза и загадала. Лиза, спрашивай. Да, спасибо, Михаил. Михаил. Пожалуйста. Ну, вот на самом деле профессия художника сейчас, она такая неконкретная, ну, не всегда понятная. Вот насколько, во-первых, трудно или легко сейчас начинающему художнику? И как зарабатывать деньги? Не умирая и не отрезая уши. Не умирать, да. И не строить популярным после смерти. На самом деле не так все просто, поэтому в нашем сообществе мы пытаемся это поменять. И художникам-молодому очень сложно пробиться. Особенно сделать первую выставку, чтобы тебя заметили, чтобы тебя взяла галерея. Вот, да, за счет чего зарабатывают? Либо в галерее, ты выставляешься, либо покупаешь твои картины. Да, галерея берет 50% от стоимости картины. Если она там продается. Если она там продается, да. Если, допустим, галерея тебя, как начинающего художника, берет на продвижение, она вообще забирает все твои картины бесплатно. Получается, она инвестирует в твою рекламу. Так. И ты подписываешь контракт, только эта галерея тебя презентует, представляет. И художник, получается, ну, вообще никаких денег не зарабатывает. Просто вкладывается в свое имя. Либо выходит на Арбат, как у нас. Либо выходит на Арбат и пишет портреты, да. Не, почему? А у нас, вон, нормальный переход около парка культуры. Да, очень классно. Все там, вернисаж там. Да, надо сходить. В батевном переходе. И мы просто вот накидываем путь. Мы-то вообще в этом обудели обыватели. Да, поэтому, чтобы пробиться и чтобы заработать деньги, будучи живым художником, на самом деле не так просто. Но это все меняется. Сейчас много таких примеров, как Демиан Хирст, Аниш Капур, которые продают свои картины за миллионы. И цены просто растут, как на дорожах. А покупают, смотри, кто людит, домой себе, допустим? Покупают коллекционеры, которые не обязательно даже вешают эти картины куда-то. Они у них хранятся с целью дальнейшей инвестиций, иногда перепродажи. Потому что можно, если купить правильного художника в правильное время, то можно заработать очень хорошие деньги. Наталья, ну, другой вопрос. А нет ли такого разрыва, что у нас либо покупают что-то совсем дорогое, известное, не знаю, что-то, да, не будем рекламировать, то есть, а что делать молодым неизвестно, их покупает кто? То есть, есть ли спрос? На самом деле нет, есть спрос. И сейчас, мне кажется, искусство стало более популярным и более доступным. И сейчас искусство более ценится. И, мне кажется, даже студенты сейчас начали ценить искусство и покупать себе какие-то картины, допустим, там, съемную картину, съемную квартиру или, ну да, в коллекцию или что-то нравится. И даже сейчас существует выставка, не выставка, а ярмарка искусства доступного. Она так и называется, ярмарка доступного искусства. Получается, все картины там стоят не больше, мне кажется, пяти тысяч долларов. Ну, в таком... Да ерунда, конечно. ...диапазоне. Ну, да. Давай скажем, какая зарплата в России средняя? Зарплата? Ну так, ты знаешь, здесь отложишь, там подужмешься. Подужмешься и, в принципе, картину можно к Новому году купить. Да, ты в Екатеринбурге. Съемную квартиру в Екатеринбурге берешь себе и все. И не расскажи, там, до пяти тысяч долларов. Ну да, купил картину за три тысячи фунта. Да, да, да. Ну, подожди, художников же могут еще привлекать, там, допустим, в кино. Ну, они могут работать же не только, там, написал картину продаю, а еще как-то... Ремонт у кого-то стены, опять же, там, надо же подвести. Ну, художники сейчас делают коллаборации с архитекторами, либо с декоратами картин, к ним обращаются. И, допустим, кто-то хочет, заказчик определенную картину, и они знают, к кому обращаться. И пишешь картину под заказ. Это тоже хорошее, мне кажется. Могу наводку дать, кстати. Да. В смысле, не наводку, а наводку. Это разные темы. Смотрите, наводка молодым художникам. Вы хотите обратиться, пожалуйста, к музыкантам вам тоже нужно сходить. Можно в клип встроить ваше искусство. Опять же, коллаборация, бизнес. Вот, допустим, как у Максима Свободы. У него даже песня называется, как в краске. Естественно, пожалуйста, слушаем, смотрим. Да, вы задавайте свои вопросы в инстаграмм «Страна.фм». Все видим, все читаем. Наталья Копчук у нас в эфире. Друзья мои, чтобы вы поняли, что, вы знаете, это не что-то там записанное, а мы вот лежим на пляже. Нет, знаете ли, работаем в пятницу вечером с Лизой Калиной. И в подтверждение этому у нас звонок в прямом эфире. Ника у нас на линии. Ника, привет. 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 Здравствуйте. Да, здравствуйте. Да, Ника, ваш вопрос. Наталья Копчук у нас в эфире художник. Здравствуйте, Наталья. Я слежу за выставкой современного искусства. Я знаю, что сейчас проходит космос. Секунду, Ника, секунду. Ника, Ника, секундочку. Я пока с вами поболтаю. Почему? Мы же, знаете, вот еще одно подтверждение, что у нас все по-настоящему. Наушники-то мы не надели. Секундочку, Ника. Да, поэтому мне ничего не слышно. Зато можем пока вдвоем поболтать. Сейчас слышно? Слышно, да. Слышно. Окей, Ника, погнали. Да, ваш вопрос. Я слежу за выставками современного искусства. И знаю, что сейчас проходит в Москве космос. К сожалению, не было. Скажите, пожалуйста, были ли вы и вообще как для себя выбираете мероприятия, которые посещаете? Ну, в частности, выставки современного искусства или искусства вообще? Да, спасибо большое за вопрос. Спасибо, Ника. Очень интересный вопрос. Это правда. Вчера был первый день космосков. Это выставка современного искусства. И я посетила ее в первый раз. И ни о чем не жалею. Потому что уровень очень высокий. Тот же уровень, что арт базала, фриза, сколпа. Интересные работы. Стоит сходить. Происходит это в гостином дворе. Поэтому еще несколько дней. Так что кто еще не был и кто хочет познакомиться с искусством и с русскими, особенно художниками, то обязательно надо сходить. Но помимо русских, представленных иностранных художниками, мне кажется, в целом около 14 стран. Смотри, Наташа, у меня такой еще вопрос. Как прививать вкус? Вот иногда приходишь на даже современное искусство, тем более. Не только там в Третьяковке хоть все понятно. И ничего не понимаешь. И тебе не нравится, может быть, даже не потому, что тебе не нравится, а просто к этому как-то не приучен. Нет насмотренности. Вот как этот вкус вырабатывать вообще? Как отличать плохое от хорошего? Ну, мне кажется, это придется временем, и это опыт. И мне кажется, любому человеку что-то нравится, что-то не нравится. Тебе нравится яблоко, а мне не нравится. Так. И так же в искусстве. Кому-то нравится абстракция, кому-то импрессионизм и так далее. Просто надо ходить, посещать мероприятия, и я думаю, со временем это придет, и разовьется вкус в искусстве. Наталья, а вот мне нравится реализм. Со мной все в порядке. Я вот не понимаю, друзья. Я вот с уважением отношусь, но мне непонятно, вот честно. Вот все другое, вот это вот. Мне кажется, иногда, это опять же может быть завышенная какая-то самооценка, что я тоже так могу. Поэтому, а вот когда смотришь секстинскую капеллу, вот так я не смогу никогда. На самом деле, да, я тоже считаю, что период Ренессанса это был самый красивый. И вот для меня это было настоящее искусство. Именно такие красивые люди, фигуры, это просто краски, это все еще живет, представляете, на протяжении веков. И на самом деле сейчас для меня искусство малость деградирует. А, серьезно? Давайте откровенно в этом признаемся. Ну ведь правда. Вот откровенно признаться. Да. И когда приезжаешь на эти мировые выставки, и все больше видишь какого-то разврата. Так. Ну пошлые, да? Пошлые, пошлые работы. Секс, наркотики, рука, рука. Да. Именно так. Это понятно. Наталья, ну это тоже. Не все, не все, но этого очень много. Наталья, ну секс, наркотики, рок-н-ролл тоже может быть со вкусом. Ну это, видимо, что именно привлекает наше современное общество. Селер-радиоканал «Страна-ФМ». Один на всю страну. И здесь одна с нами Наталья Копчук, художник, арт-амбассадор общества искусств, моды и спорта при парламенте Великобритании. Лиза Калина сам с собой, Майк Вой сам с собой. И сам с собой здесь говорит. Дмитрий, здесь сидит Дмитрий, человек, который, который сведущ, который организует, который рулит правильными вещами. И он говорит, скажи про пожар. И тут я тоже обращаюсь, Наталья, к тебе. Ну скажи про пожар. Наташа говорит, ну подвезите, в какой технике работаю. Лиза, мы все равно не работаем. Все равно не работаем, понимаешь? Пожар, что это значит пожар? Что это пожар, да. Получается, каждая работа, она что-то символизирует. Так. И проект Lost Planet, потерянная планета. Планета. И одна из работ, она символизирует Россию. Она в форме России. И еще это на самом деле случилось, мне кажется, у меня даркое предвидение. Я сделала Россию из сибирской коры. И она выложена из коры деревьев. Именно сибирских. То есть ее специально в Лондон привезли. Потому что я из Екатеринбурга. Да, да, мы поняли. И пожары были очень сильные. И привезла кору оттуда именно. Она сделана из кристаллов и коры сибирской. Получается, я сделала эту работу. И буквально я закончила. Через несколько дней горит Сибирь. Думаю, ничего себе. Вы начали разбирать работу. Потом моя следующая работа была в Бразилии. А ты могла на работу? Ну, я сделала Амазонию. Так. И весь континент. Так. И опять через несколько дней, получается, они горят. Ага. Из чего сделана Венесуэла, хочется спросить. Есть уже работа? Именно эта работа, она сделала из сухих цветов. Из сухих цветов и из мха, который зеленый и символизирует леса Амазонии. А часто такие пророчества вообще сбываются? Может, ты что-то личное напишешь? Надеюсь, что ты как-то два раза угадала. Ты водой тоже поливаешь. Периодически страшно уже. Слушайте, а если из коры получается пожар, а если Россию, допустим, из долларов собрать, то у нас наладится это все? Из рубля лучше. Из рубля. Это будет мой следующий проект. А всего выставки, которая у тебя будет, будет 14 работ, правильно? Будет около 20 работ. Да, и будет центральная экспозиция, которая будет сделана из пластика и всех отходов, которые я собрала на побережье. Что именно находится в нашем море. Что мы потребители выбрасываем и реками это все приносится. И я собрала на разных побережьях весь этот мусор. Из него я привезла. Есть что-нибудь экстравагантное? Экстравагантное. Ну, на самом деле, все. А еще пластика одинаковая. Все какие-то туфли, какие-то сланцы, обувь. Можно все примерить было, конечно. А это все сейчас в живописи? Это все, это я сейчас делаю центральную инсталляцию, во что все это я заложу. Ну, интересно. А это с одного моря или, так сказать, с разных морей? С разных, с разных. Я очень много путешествую, поэтому... Татки всегда всякие собираешь там. Да. Палотенцы, пластик. Да. Этим летом была в Греции, в Испании, в Италии, во Франции. Ну, хватило мусора там? В мусорах очень много, еще много осталось, надо приезжать, дособирать, да. Наталья Копчук в студии. Майк Войс тоже никуда не уходил, но Алиса Калинина практически здесь наша домохозяйка, которая принимает нас в гостях. У нас, кстати, есть гости. Евгения у нас на линии. Евгения, здравствуйте. 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 Добрый вечер. Добрый вечер. Я хотела бы спросить у Натальи по ее работам. Она сказала, что делает их из натуральных материалов, мох, цветы. Кора. Хотела бы сказать, насколько долговечны такие работы, вообще, насколько их выгодно делать, создавать, это вот поры с души, то есть это какие-то временные работы, инсталляции, или они как-то представляются по-другому, то есть что-то еще используется при создании. Да, ну ясен вопрос, да, пожалуйста. Именно с этим вопросом я столкнулась, когда у меня возникла идея использовать цветы и подобные материалы, потому что они недолговечны. А работа должна быть долговечной, и в 100 лет, 200 лет она должна сохраниться. И ты не можешь продать свою работу, а потом что-то с нее отвалилось. Ну да, сгнила Бразилия. Да, да, да. Сгнила, сгнила Бразилия, что уж там. Это инсталляция, да, такая, получается. И поэтому я использую полимер, в котором я это все заливаю. Так. Это смесь двух составляющих, которые смешиваются вместе, а потом в течение 24 часов затвердевает, да. Окей. И поэтому все это я покрываю с тонким слоем. Делаю вечным. Да, делаю вечным, правильно сказано. У нас еще один звоночек. Ольга. Ольга на линии. Ольга, привет. Ольга, добрый вечер, вы в эфире. Привет, привет. Привет, привет, Ольга. Ваш вопрос, Ольга, у вас буквально 30 секунд. Я по-быстрому, да, спрошу. Подписана на инстаграм Наталья, тоже начинающий художник. Вот. И у меня такой вопрос. Во-первых, Наталья рада вас в Москве, конечно, видеть. Спасибо. И вопрос профессиональный. А планируете ли вы свою выставку в Москве? Да, планирую и очень хочу. Да, спасибо за вопрос. Сейчас работаю над выставкой в Лондоне, которая пройдет в ноябре. И следующая выставка будет в Москве. Мне очень интересна аудитория России. И я думаю, россияне, особенно новое поколение, очень ценят искусство и покупают его. И поэтому мне очень хочется сделать выставку здесь. А когда самое главное? Ну, чтобы мы хоть как-то ждали, скрасили, чем-то занялись? В следующем году. Год займите чем-нибудь. Нет, в следующем году, в 2020. Ольга, снимайте наушники, снимайте. Я понимаю, что вы с ними породнились уже. Смотрите, ну, то есть вот это важно. Мне понравилась фраза, что ты говоришь о том, что покупают картины, потому что для художника это тоже важно. Не просто... Да, есть-то надо. Ну да, да, это тоже важно. Это бизнес своего рода. Да. И, допустим, в Лондоне недавно был аукцион. Продавали именно русских художников. Так. И были проданы некоторые картины там за несколько миллионов. И именно русские коллекционеры покупали. А вот другой вопрос. Пять тысяч долларов были обозначены, когда, мол, вот начинающий художник осталось накопить пять тысяч долларов. А просто в аренду можно взять там, порадоваться месяц? В аренду. Это, кстати, новый бизнес. Интересно. Ну, просто на месяцок порадовать семью, а потом отдать назад. На самом деле есть такая тенденция, если ты хорошие отношения, допустим, с галереей, ты можешь взять картину на какое-то время, она может повисеть в месяц, и ты потом можешь решить, хочешь ты ее покупать или нет. О, круто. Такое тоже. Тест-драйв картины. Потому что бывает, тебе нравится или не нравится. Допустим, нравится в галерее, потом ты ее повесишь дома, и тебе уже не нравится. Ну, конечно, обои не тот цвет. А вот сейчас вот говорят, вот есть к хайпу даже с Куинджи, что произошло, мол, украли из Третьяковской галереи. Это и была аренда. Ты не поняла просто ничего. Ну, что-то появляется хайп в искусстве, может быть, пиар-ход. Это может быть какой-нибудь пиар-ход. Мне, кстати, да, такое может быть. Привлекает внимание. Либо на аукционе покупает твой знакомый какую-нибудь картину, чтобы просто создать хайп. Хайп, точно. Спасибо тебе большое. Наталья Копчук. Была у нас в эфире, художник. Спасибо вам. Спасибо большое. Мы желаем тебе успехов. Творческих, прежде всего. Музы, чтобы было вдохновение. Спасибо тебе большое. Страна FM.